Охота издавна считалась одним из основных способов, которым человечество добывало себе одежду и пропитание. Чуть позже это превратилось в одно из любимых развлечений знати, взять хотя бы ту же лисью охоту в Великобритании. Почему мы об этом сейчас говорим? Из-за скандала громкого, который разгорелся вокруг знаменитого французского гонщика Люка Альфана. Его обвинили во всех грехах из-за охоты на медведя. У охоты есть свои сторонники, свои противники, и мы решили узнать, что по этому поводу думают в тусовке ралли-рейдовой. Мы не так часто делаем материалы не по теме Формулы-1, потому что читатели больше всего любят Формулы-1. Но когда какой-то там скандальчик, что-то интересное, что может заинтересовать широкие слои населения, я вот так вот немножко штампами говорю, это мы можем осветить. А тут такая громкая тема, что Люк Альфан, которого знают и все поклонники ралли-рейдов, который до этого здорово выступал в соревнованиях по горнолыжному спорту. В общем, очень интересная оказалась ситуация, мы решили в ней разобраться. Ну, как уже вы, наверное, слышали, что он пошел на охоту, он вообще такой охотник-охотник, и вот он отправился на очередную охоту вместе с какой-то группой тоже охотников, и в итоге вот эти охотники, не он, убили медведя и попросили с этим медведем сфотографироваться. Но я так понимаю, там вот некая компания, она регулярно организует вот такие вот туры для охотников и постоянно выкладывает фотоотчеты. Но очень большое, видимо, такое зеленое экологическое поддержку животных лобби во Франции и во всей Европе поднялась буча, сказали, как так, Люк Альфан убивает животных, шейм он хим, придадим его анафеме, и, в общем, очень жестко начали его прессинговать. Был в честь него, по-моему, назван какой-то склон или что-то такое, там гора, где он живет. Это отменили, начали приходить письма с угрозами, жить ему стало там некомфортно, и в конечном счете он переехал в Андуру, где живет спокойно, и, видимо, там народ относится более спокойно ко всему этому. Поэтому, в общем, затравили, ну, может быть, громко сказать, национального героя, но человека, которым раньше Франция восхищалась, и теперь, получается, сделали его таким изгоем, изгнанником, сказать, что он недостоин, по сути, жизни во Франции. Ну, не сказать, что трагедия, слава богу, я думаю, Люк Альфан неплохо зарабатывает и сейчас продолжает активно работать, поэтому, ну, переехал, переехал, там даже, вроде, я так понимаю, налоги поменьше, свои плюсы тоже есть. Но, в общем, вот такая статья, как поступок неоднозначный, но, в принципе, ну, не страшный, может привести к полному изменению жизни человека. Читатели, это в основном у нас россияне, мне кажется, в России немножко другая традиция отношения к охоте. Не знаю, мне вспоминается «Война и мир», где описываются эпизоды охоты. У нас к этому относятся проще, особенно, если и речь идет об охоте, ну, на животных, но которым, грубо говоря, мы воспитаны, что охотятся на медведей, охотятся, не знаю, на волков. Опять же, я бы ни за что не смог выстрелить, мне жалко этих животных. Но это российские традиции, поэтому, когда читатели узнали об этой истории, о том, что такая травля началась, они в большинстве, в подавляющем большинстве, отнеслись негативно к этой травле, выступили в поддержке альфана и сказали, что, в общем-то, его преследовать ни за что. Надо полагать, что изначально охота не вызывала таких противоречивых чувств, хотя и здесь можно столкнуть лбами сторонников теории, что все Homo sapiens были травоядными и сторонников того, что мы родились хищниками. Как бы то ни было, охота была и до сих пор распространена почти по всему нашему земному шару, а согласно представлениям некоторых, хищники и охотники встречаются на других планетах. Итак, сначала все было понятно. Добыть к ужину мамонта и шкуру в пещеру было делом настоящих мужиков. Как совсем недавно выяснилось, престижно было еще заловить гигантского ленивца. Не знаю, лью ли я здесь воду на мельницу противников охоты, но ни мамонтов, ни гигантских ленивцев больше не осталось. Надо думать, что все это следствие того, что никаких ограничений в то время не было, впрочем, как и письменности. В исторических справках говорится, что охота на Древней Руси имела весьма важное широкое распространение и составляла значительную долю в экономике страны. Однако постепенно она перестала быть способом выживания, с течением времени превратилась в привилегию знати. Затем стала преобладать спортивная охота со множеством ограничений, в том числе законодательных. В начале 20 века в России лесные прогулки с ружьем за плечами стали действительно массовым развлечением. Тому способствовал тот факт, что отечественная промышленность освоила выпуск недорогих охотничьих ружей. Здесь бы и поставить точку, но нет. Даже в существующем виде охота вызывает разногласия. У подобного времяпрепровождения много противников. Аргументов несколько. Одни обращают внимание на то, что охота была бы действительно благородным делом, если бы и зайцы имели ружья. То есть выходи один на один. Кстати, о противостоянии человека и зверя написаны книги, картины, сняты фильмы, древняя наскальная живопись – все о том же. Среди других проблем – браконьерство, притравочные станции, подсадные животные, подранки – это раненные охотниками звери, которые потом умирают долгой мучительной смертью. Открытое нарушение законов, в том числе власть имущими – все это, безусловно, заставляет задуматься. Всем привет из музея охоты и рыболовства. Раз мы договорили на эту тему, я решила посетить этот небольшой, но очень симпатичный музей, кажется, единственный в России. Во время ралли «Казахстан» я поговорила со многими гонщиками на тему охоты. И оказалось, что многие гонщики – еще и охотники. С чем это связано, я даже не знаю. Например, Насар Алятия, он стреляет не только по тарелочкам и ездит на Олимпиаду, но также предпочитает цикалинную охоту. А Андрей Новиков, он обладатель золотого шлема или большой африканской пятерки, по-разному называют, это когда лев, слон, носорог и так далее. Владимир Васильев предпочитает охотиться в наших лесах. И даже он ходит на кабана не с ружьем, а с ножом. Команда «Мобилекс» предпочитает ездить в свои казахские степи, но в последнее время, говорят, делают это достаточно редко, хотя весь арсенал оружия у них имеется. Я даже поговорила с гонщиком Гарри Хантом, чья фамилия Хант в переводе с английского обозначает охота. Некоторые гонщики любят стрелять не на охоте, а по мишеням. Из лука, из ружей, из автоматов. Некоторые говорят, не хотят испортить карму. Ситуацию с Люком Альфаном многие гонщики знают. Его поддержали, а Владимир Васильев даже пригласил его в гости поохотиться. Правда, я не знаю, готов ли Люк Альфан идти на кабанас с ножом. Ты увлекаешься ли охотой? Да, я давно увлекаюсь, с детства этим делом. Мне очень нравится, на самом деле. Причем я даже больше люблю именно таких всяких копытных животных, крупных птиц, вот там охота на утку, например. Ну, я охочусь, но с меньшим удовольствием. Там гуся, например. Мне просто нравится сам процесс еще. Почему? Потому что надо копать окопы, шалаши. То есть, процесс это не просто пришел, стрельнул и все. То есть, там нужно выкопать, лечь, спрятаться, потом расставлять какие-нибудь профиля или еще что-то. Ну, то есть, такая активная охота. Вот, мне больше нравится. А как ты вообще начинал? У тебя кто-то приобщил, не знаю, друзья, знакомые. Ну, я сейчас не помню, это было давно, на самом деле. Мне кажется, что чуть ли не отец меня как-то с собой взял на охоту когда-то в детстве. А потом просто повезло, что друзья, охотники тоже все заядлые, и как-то вот мы пошло-поехало. Вообще, мне кажется, россияне, ну, достаточно охота, вот, сильно распространенная история. Это, в общем-то, издавна, я так понимаю, на Руси охота славилась, и люди и собак держали, и специально обученных, и так далее. То есть, в общем-то, мне кажется, для россиянина это, ну, типа, в крови. А ты говоришь, что любишь вот на всяких копытных, ну, то есть, там, на больших животных. Не страшно? Так, опять-таки, это все равно, это адреналин, это определенные вещи. Я даже вот, например, там на медведе, люди сидят там, допустим, там на лабазе где-то или что-то еще, я охотился на медведе, сидя в поле на стульчике. Вот это такая вот, вот это адреналиновая история. Причем, один раз мы действительно там добыли медведя, а один раз мы достаточно сильно испугались практически с последствиями, когда, сидя на стульчике, вот так же с егерем сидели, читали газетку тихо, спокойно, и вдруг сзади услышали за спиной дыхание, и все, прям вот реально за спиной. Мы так переглянулись с ним белыми лицами, с испуганными, непонятно что делать, стали потихоньку поворачиваться. Оказывается, две собаки прибежало сзади местных из деревни, и все, гавкнули. Ну, во-первых, мы испугались, и охоту нам все испортили, ну, потому что уже после того, как собаки побывали, там уже никакой медведь не придет. Ну, то есть, такая смешная история. Ну, поэтому я люблю именно там вот такие, там на лося загонную какая-нибудь охота, или на реву сходить, там на глухаря сходить, на ток, потому что это требует мастерства, это очень серьезная, интересная охота, там под песню подойти именно, и так далее. Ну, то есть, вот такое активное, так сидеть просто где-то на вышке, или там капкан какой-нибудь поставить, неинтересно. А как, то есть, получается, оружие, да? То есть, это нужно как лицензию? Да у меня целый арсенал есть, на самом деле, вооружен до зубов. У меня всякие разные калибры, специальные нарезные, гладкоствольные, всякие. То есть, ну, можно здесь, в поселке, можно неделю боевать точно, отстреливаться не возьмут так просто. Конечно, лицензии, да, то есть, весь процесс получения лицензии, разрешения, то есть, сначала гладкое, там, 5 лет, ты не имеешь права получения нарезного, ну, тогда это было, я сейчас не знаю, какие правила, поменял что-то или нет, а потом только можешь получить разрешение на нарезное, и опять-таки дальше уже, там, выбор оружия и калибра, зависит от того, где ты охотишься, в принципе. Я вот, ну, на всякие там Кене, на Гиппопотамов или куда-то там на этих, конечно, интересно съездить, но это требует другой арсенал и вообще другая вся история, это, ну, там, другой калибр, слонобойный всякий и так далее. А так вообще куда ездишь? Ну, так, в основном, наша российская полоса, потому что за границу выезд с оружием достаточно трудная история, которые, там, надо декларировать, сдавать, ну, то есть, там, разрешение, ну, то есть, это проблематично. Ну, вот, а здесь, что, у нас звери в России достаточное количество интересного, на кого можно походиться, поэтому не обязательно совершенно ехать. Ездят люди, которые, там, пытаются заработать какой-нибудь золотой руно, там, или что-то еще есть, там, призы всякие, люди ездят действительно за границей, там надо 5 убить, 5 животных великих, какого-нибудь там, слона, носорога, еще что-то, и получишь золотой шлем или что-то еще. Кстати, вот, Леонид Огородников, с которым мы ездили, ну, он, я с ним штурманом ездил, он, вот, любитель именно таких охот, и у него есть золотой шлем, но, во всяком случае, хвалился, что у него есть золотой шлем, ну, не знаю, сам лично не видел. А какой у тебя вот самый крупный зверь? Ну, в принципе, я и лосей трофейных, у меня есть добытый, вот, там, кабан достаточно приличный, тоже, в общем-то, такой один из трофейных, поэтому, ну, такие трофеи есть, действительно, хорошие, интересные. А вот этот откуда, товарищ? А это из Тверской области, добытый, наверное, лет 10 назад. Вот, ну, то есть, в принципе, тут история такая, я не езжу там стрелять все подряд, все, что бежит, там, просто ради какого-то, жажда за кого-то застрелить. То есть, интересно вот именно такая трудовая, интересная охота трофейная, либо, когда собираются друзья, там, загонут, ну, просто это такая же история, как все едут на Дакар, да, когда эта гонка не входит ни в какую, ну, то есть, она не конфликционная никакая, да, но это вот встреча друзей, и все туда приезжают и так далее. Так же и охота. Бывает, когда загонная охота, это когда собирается группа друзей и едут на несколько дней, там, в домике, в охотничьем, все собираются, там, обсуждают, ну, выпивают, ну, вот, закусывают и так далее. Ну, то есть, это как некая тоже вот такая, ну, традиция. Раз уж начали про еду и закуску и питье, а что потом с ними делаете? Ну, кто чего, ну, вообще, есть определенные правила, там, на кровях, так называемые обычно начинают, ну, вот, первый раз, когда меня посвящали в охотнике, даже заставляли лосиную кровь пить, там, нам теплую, и намазывают тебя, там, и так далее, перо в шляпу вставляют, там целые, ну, это, то есть, есть определенные традиции и так далее. А с мясом, ну, кто чего, я, вероятно, очень люблю дикое мясо и люблю, и отлично получается, вот, допустим, там, злость с кабаном великолепная, либо котлеты, либо пельмени, теща готовит. То есть, в принципе, я потребляю в пищу. Я спрашиваю всех гонщиков, их отношение к охоте, оказывается, среди ралли-рейдов очень много охотников. И на кого вы охотитесь, и как давно? Давно, уже давно, уже, ну, лет, так, 25, наверное, как охочусь. Ну, на всех, кто у нас в лесах бегает, кто слетает, медведи, кабаны, лоси, гуси, упки и так далее. На всю дичь водоплавающая и по лесам шатающуюся. Ну, самый большой зверь, по размерам, это, наверное, все-таки лось, а по агрессивности, по, ну, по хищности, наверное, медведь. Большой медведь у меня был 2,10. Самый большой медведь был 2,10. Ну, то есть, такой хороший мишка, крупненький. Конечно, легально. Хорошая охота, легальная. В чем тут? Я не вижу никаких проблем. Мы охотимся были тогда, когда охота открыта. Стреляем только тогда тех зверей, которых разрешено стрелять. Поэтому, если охотиться правильно, то в этом я не вижу никакой подоплеки. А было когда-нибудь страшно? Нет. Я вообще охочусь на кабанов, например, хожу с ножом, с собаками, с ножом, не стреляю, просто их. Ну, вот была ситуация у Люка Альфана, и что бы вы ему хотели сказать в этой ситуации? Пусть приезжает к нам, ко мне, в Питер на охоту. Я его свожу на шикарную охоту, с собачками по лесу. Будет просто ему понравиться. Это такой охотой он вряд ли где будет еще получше. Я охотился больше. Я охотился больше, как охотиться к животным, потому что я охотился больше на монтажах. Нет истории в Франции. Я думаю, это большая масса, но это приходит из-за социальных медиа. И на социальных медиа, всегда есть какие-то экстремисты, очень активные. И, конечно, в нашей цивилизации, многие люди живут в городах, они урбанизированы. Они знают все, что они знают, что они против охотиться, и они выбирают меня как настоящий таргет. А вот интересная история. Историю поведал нам известный российский автоспортивный журналист, редактор, перевозчик Константин Комков. За его плечами не один африканский Дакар, но в далеком 1978 году в Мозамбике он охотился с благословения губернатора на антилопы кабанчиков. Решал продовольственную проблему, одолжив винтовку Маузер в местной полиции и добывая себе пропитание. Я работал в Мозамбике еще в советские годы по линии Минздрава. Я подружился с одним врачом, увлеченный охотник у себя. Он охотился на кабанов в Ставропольском крае. А у местных людей тогда, сразу после революции было, у португальцев у всех было, у колонистов оружие в доме. По новому закону они должны были его сдать на хранение, а его хранили в полиции. И периодически местные вооруженные силы, когда возникали проблемы с продовольствием, организовывали так называемые ботиды, что из-за гона крупных зверей, чтобы снабдить армию мясом. Ну и под это дело губернатор лечился у этого доктора. Я был переводчиком, губернаторы поинтересовались. Они дали нам съездить на охоту, и потом стали ездить на охоту, подружились. То есть нам представили португальцев, с разрешения губернатора допустили меня в хранилище, на выбор разрешили выбрать оружие. Причем самое смешное, я выбрал нарезные винтовки карабин Маузера, которые были на оружии давным-давно. Там в Мозамбике финскую мелкокалиберную винтовку «Арнетт», двухстволку 12-го калибра, какую-то американскую. Ну в общем такой солидный арсенал. И вот поехали. Единственное место, где охота, не знаю, может где-то еще есть в мире, но там не возбранялось охотиться с автомобилем в колонии. То есть то, что строго запрещено у нас, допустим, в стране, но там даже термин был «фар-линар», то есть фары, два человека в кузове, водка обычно это пикап, то есть открытый кузов, водитель в кабине, один фар и высвечивает охота ночная. Ну в основном антилопы, причем разная, вот самая большая, ее звали там лесная корова, антилопа полупала, килограмм 200, здоровый. И зверь такой, очень красивое, агрессивное животное. Ну и мелочь всякая, мелкие антилопы, кабанчики, там попадались вот такие худенькие кабанчики, в общем даже и стрелять было неинтересно, на них мясо было не видно. Вот, ну вот один высвечивает этой фарой окрестности ночные и фиксирует, как вы видите, глаза светятся в темноте, фиксирует фарой стук условный по кабине, машина останавливается, но мотор глушить нельзя, чтобы не пугать зверя. Второй в это время уже стреляет, когда машина остановилась под фары, ну то есть чисто браконьерский способ охоты, ну естественно никаких целей не ставилось, там перестрелять всех, ну допустим вот за ночь там, или убили одну это полупало, утром ее там же местные жители помогли освеживать, сделали жаркую там, ну на какое-то время это мясо взяли на пропитание, вот собственно и все. Субтитры сделал DimaTorzok